Меня зовут Миша Панков, я черный пояс из московской стрелы. Очень важно, в зале шумно, поэтому когда я буду показывать, садитесь прямо поближе, чтобы все все услышали. Другой ключевой момент, когда я показываю, я отдаю очень четко задание, что нужно делать. Не нужно добавлять себя, мы специально будем брать маленькие-маленькие моментики, чтобы каждый мог запомнить, чтобы каждый мог повторить. И в конце оно у нас все сложилось в общую картину. Меняться мы будем по времени, когда я крикну, не надо меняться самим, это тоже важно. То есть я на часах, не, не, я на часах, мне голос хватит. Да, то есть когда меняться я скажу, самим меняться не надо. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня поговорим об основах проходов в гарда, как это вообще происходит. Тема для многих может быть достаточно сложная, потому что непривычное движение, непривычный взгляд на это все. Мы это все записываем на видео, оно потом будет смонтировано, выложено на общий доступ. На крайняк воля запомнит и вам снова все расскажет, да? Вот. Итак, смотрите. У гарда есть вообще три стадии, да? То есть ты единственное, что стараешься, чтобы я сбоку там и так далее. Да, перед видеокамерой не встаем. А, не, не, проявляйте. Три стадии. Первая, это когда человек только запулит гард. Пулит гард. Замри. Вот здесь, не, не, отпускай захват и просто замри. Вот это стадия формирования гарда. Человек запулит гард, но еще какой-то акцентированный гард не взял, то есть, да? То есть гард только начинается, он не сформирован. Дальше вторая стадия. Человек подъезжает к камнетазам, берет любой гард, да? То есть какой-то угодно, да? Это может быть спайл или что угодно. Гард сформировался, да? Это вторая стадия, да, гарда. И третья стадия называется... Отпусти. Закрытый гард. Да, это самая плохая позиция. Почему? Проходов закрытого гарда не существует. То есть потому что мы сначала закрытый гард открываем и проходим уже открытый гард. То есть закрытый гард всегда дает нам на одну ступень защиты больше. Поэтому это как бы квинтэссенция развития гарда, да? То есть тот гард, который сам по себе не открывается, его нужно сначала видоизменить, потом открыть. Понятно? А чем... Стой. Как вы заметили, ну, можете догадаться, на первой стадии формирования гарда у человека меньше всего контроля, да? Потом человек формирует гард, у него больше всего контроля в класс гарде, там контроля просто вагон. Да, поэтому мы хотим проходить гард тогда, когда он не сформирован. А для этого нам нужно начать проходить гард не тогда, когда человек запулил, а когда он еще пулит, когда он еще летит попой в пол. Вот, это очень важно. Смотрите, сейчас эта ошибка, которую люди делают... Сейчас Оля пуль, медленно. Оля пулит. Часто ваша реакция подсесть на ногах. Вы как бы подсаживаетесь, лишаете себя мобильности. Человеку очень легко к вам подъехать, взять гард, да? Потому что ваши ноги, они дубовые. Вы опустили свой таз, то есть вот эти ноги, когда вы подсаживаете таз, они неподвижны. Да? Когда вы оказываетесь на неподвижных ногах, вы не можете прятать свой таз. То есть человек, когда пулит гард, куда ногой целится? Ногой целится в таз, да? Нога касается таза, нас сгибают, да? Нас контролируют. Наша задача разорвать дистанцию в момент, когда человек пулит гард, чтобы его нога не коснулась моего таза. И я не дал Оле создать контроль. Смотрите внимательно сейчас на мои ноги, что я делаю. Сейчас, погоди. Когда Оля будет сейчас делать гард, я не подседаю ни в коем случае. У меня очень легкие ножки. Смотрите, я делаю очень короткое движение. Я делаю прям вот, выпрямляю ножки, отпрыгиваю назад. То есть я не делаю такой большой прыжок. Движение сверхлегкое. Бам! Бам! Я отпрыгиваю назад. Для чего? Пульгард, может быть, чтобы быстрее. Оля пулит? Бум! То есть, видите, она сейчас сама убрала ногу. Если она не убрала, я бы просто произвернула подо мной. У человека нет контроля, нет упора в меня. Мне уже гораздо легче пройти, я гораздо мобильнее. Дальше. Смотрим на мои руки. Да, потому что у нас все тело работает. Работают две руки, работают две ноги. Вот, смотрите, на мою руку. Пульгард. Оля запулила. Вот она держит мою руку. Держи, держи, нормальный захват. Держи, да. То есть, не расслабляй, прям жестко держи. Я, видишь, держи, ну, прям вложи силы, держи здорово. Прям, держи захват прям жестко. Мне вот здесь, видите, несмотря на то, что я вес 110 килограмм, мне руку здесь вытащить тяжело, да? То есть, она держит, рука не выходит. Давай, обратно еще раз. Но! Если я буду делать это в момент, когда Оля будет падать, это будет очень легкое движение. Твоя задача сейчас тянуть руку вот прямо вот в полную силу, когда ты пулишь гард. Все. Оля просто падала в этот момент. Она не могла создать контроль. У меня рука моментально вышла, я смог моментально взять за ногу, да? Еще раз. А теперь мы все это объединяем. Смотрите, что у меня получается. Оля пулит гард. Я, когда она пулит, вытягиваю руку и прыгаю назад. То есть, движение, как будто вы от чего-то горячего выворачиваетесь. Вот. Не надо подседать и выпрыгивать. То есть, я стою с места, бам. Моя задача чуть-чуть убрать таз назад, чтобы она не могла опереться в меня ногой. Очень важно, ребят. Не надо отдавать две руки. Вот, возьми за руку. За руку. Вот если вы отдали два рукава, это почти нереально избежать гардпула. Это самые сильные захваты, да? Потому что, ну, вы никуда не уйдете. Вы не возьмете за ноги. Поэтому. Пускай. Посмотрите, она меня будет держать за ту руку, за которую я возьмусь. Вторую руку я никогда не отдаю. То есть, вот, одной рукой. Если я работаю сверху, я одной рукой держу захват. Это будет захват для дистанции, да? Чтобы человеку не дали приблизиться. Но вторую руку я ни в коем случае не отдаю. Она всегда при мне. Что у нас получается? Смотрите, Оля пулит гард. Да, может, пуль, да, бери свои захваты. Пум. Вот я здесь. Я отскочил. Руки на ногах, да? Для чего? Чтобы я дальше мог легко проходить. Еще разок. Может, прям пуль побыстрее. То есть, смотрите, движение там. Пум. Легко. Обязательно ручки убираю сюда. Я не хватаю в полете за штаны. Ноги просто, как бы, оббиваются мои руки. Просто. Пум. И все. То есть, вот, мы заберем захват. Оля пулит. Пум. Видите, ее провернуло прямо подо мной. То есть, я не жду, я не подседаю. Моя задача. Пум. Еще разочек. То есть, вот, я прячу ручку. Пум. Видите? Это дает мне дистанцию. Это дает возможность начать проходить гард с очень выгодной позиции, а не колупаться с его раскрытием. Понятно, что сейчас делаем? Первый номер пулит гард. Второй номер. Взял от ворот. Ручку прячет. Погоди. Погоди. Не подостаем. Очень важно. Не надо сейчас двигаться. Делайте с места, чтобы вам было легче. Обратите внимание. Я не прыгаю никуда вбок. Это как по рельсам. Где стоял, там назад. Не надо проходить гард. Наша задача учиться отпрыгивать. Учимся реагировать на ее движение. То есть, мы взяли. Оля пулит. Пум. Ручки вытягивать не забываем. Все понятно? Поехали пробовать. Оля вам подскажет. Вот так. На шпагат. И вам отсюда потом нужно собрать ноги, чтобы куда-то двигаться. Но вы не можете двигаться. Вот так вот не ходите по улице. Это не очень удобная позиция. Добавляйте внимание. Когда я прыгаю, чуть-чуть шире ножки. Да, окей. Но не надо прыгать в шпагат. Еще напотеете, порветесь пополам. Да, то есть. Дальше. Не надо напрягаться в спине. Я как раз своей спиной амортизирую это складывание. Моя задача спрятать мой таз. Спрятать мои ноги вот то, что ниже пояса. Я это убираю назад. То, что человек получит какой-то контроль над корпусом, это вообще ничего страшного. Это просто игнорируем. Дальше. Мы стоим, то есть, ну не вот так вот. Да, то есть, я отсюда никогда не прыгну. Да, то есть, вот. Я взял захват. Оль, два захвата. У меня один. Почему у меня один захват? Потому что я изначально выбираю для себя роль работы сверху. Мне захват вот здесь не нужен вообще. Мне вот рука нужна, чтобы поймать ноги и взаимодействовать с ее ногами. Потому что угрожают мне не ее руки, угрожает мне гахт, который сейчас появится. Дальше. Вот так вот мы боком не стоим. Мы стоим вот четко, фронтально. Если Оля начинает двигаться в какую-то из сторон, я двигаюсь вместе с человеком. Очень важно. Не надо тянуть на себя, наоборот. Вот. Я опираю, чтобы у нас была дистанция. Вот. Я двигаюсь. Ножки легкие. Не надо двигаться вот так вот, подсаживаясь крабиком. Да, то есть очень важно. Да, то есть у меня только здесь спина, ноги, росла ноги прямые. То есть я отсюда спорить могу, отсюда двигаться могу. То есть да, любое движение. То есть не надо подсаживаться попой. Да, то есть еще раз смотрим. Вот мы здесь. Да, Оля в какой-то район пулит. Пум. Я отскакиваю. Несно, пуль нормально. То есть вкладывайся в движение, потому что если ты боишься, как бы вообще не имеет смысла. То есть прям вот. В любую ногу, то есть в движении. Пум. Я отскочил. Ручку вытягивать не забываем. Я сейчас забыл. Еще разочек. То есть подтягиваем ручки к себе. Пум. Вот у меня руки здесь. Я фронтально. У меня есть контроль над ногами. Я могу готовить переход. То есть я не дал с вами лайгард. Никаких закручений в бок, четко назад. Давайте еще один раз и поедем дальше. Так. В принципе, дети, вы молодцы. Я вам так скажу. Взрослые мужики гораздо хуже понимают. Мы нам три раза в неделю делаем, чтобы они поняли. Вы молодцы. Вы с первого раза прям вот. Как раз кроме, как бы, только он сделать не мог, все остальные сделали. Поэтому дети молодцы, детям респект. Смотрите. Наша реакция на его, на гарпул человека, она состоит как бы из двух вариаций. Первое, то, что мы сейчас сделали, дистанция назад. Порвать дистанцию. А второе, это резко сократить дистанцию. То есть войти прям в человека, да. Резко сблизиться, чтобы по дистанции стало некомфортным. В принципе, да, все правила, знаешь, как в ударке. То есть все то же самое. Мы можем либо рвать дистанцию, либо можем сближаться в клинч. Да, там работать. То есть для всех нормальных идей на бокс, какие-то общие правила, тактические, они достаточно одинаковые. Да, только выглядят по-другому. Сейчас смотри. Я сейчас буду прилетать коленом в грудак. Мне прилетать коленом в грудак тебе или ему? Вот, мне на тебе показывать или на нем? Ну, тогда, брат, иди сюда. А у тебя нормально? Да, нормально. Итак, смотрите. Давай медленно сейчас то, что мы делали. Мы сейчас с вами защищались от стандартного гарф-пула. Это либо нога в таз. Ножку мне в таз поставь. Не, не падай, не падай. Ногу в таз поставь. Просто поставь, я тебя держу. Вот, либо это вот нога в таз, да, когда нас натягивали на ногу. Либо это, как уже второй раз, когда я показывал, Оля пыталась сделать. Это пул в лариву, в стандартную, когда человек смещается сюда и закручивается на вот на эту ногу. Да, да, да. Да, то есть, ну, можешь закрутиться, чтобы детям было понятнее. Да, то есть, вот. Опять же, вот смотрите внимательно. Он закрутился, я закрутился за ним. Что произошло? Я прям зашел в гард. Все, то есть, я прям четко встал, сформированный гард. Стадия формирования гарда была мной пропущена. Я теперь буду обладаться в этой лариве очень долго. Давайте еще раз покажу с отскакиванием. То есть, еще раз. Я четко на человека, я смотрю, пум, назад. То есть, здесь уже ларива не сформировалась. Да, я потом уже могу проходить, искать здесь не слайс, и так далее. То есть, я отреагировал. Но иногда люди пулят. Другие виды гарда, это халфгард, как часто для халфгарда гадпул. И это пул в реверс лариву. Да, в реверс лариву умеешь пулять? Это когда вот нога между ног идет. Да, когда человек идет ногой между ног, видите, он заворачивается. Если я закручусь куда-то, я опять встал в реверс лариву. Но позиция очень-очень неприятная для меня будет. И отскакивать вот от этого способа, когда нога летит между ног, достаточно тяжело. Ну, просто потому, что немножко по-другому позиция выглядит. Становится неудобно. И вот здесь мы будем врываться в человека, прям резко сокращать дистанцию. Я сейчас словами проговорю, чтобы вы услышали. А потом вам покажу. Очень важно, когда я буду делать, что я не так же не смещаюсь никуда в бок. Я вот в той точке, где стоял, я работаю прямо. Колено мое, оно само прилетит куда надо, если вы вложитесь. Если вы будете бояться, думать, мешкаться, у вас ничего не получится, человек запулит свой гарт. Дальше. Колено целится всегда в лицо человеку. Почему? Потому что его поднятые ноги, его руки и движения, они так и так сместят наше колено куда надо. И оно окажется на груди. Но если вы будете целиться в грудь, оно съедет как бы ниже, оно съедет между ног, а он пойдет на колено, скорее всего. Будет целиться в лицо, оно до лица не долетит, если вы нормально делаете, оно прилетит как бы в район груди, да, то есть. Дальше. Мы не хотим прыгать сразу в низ лайс. Мы хотим прилететь именно колено в грудь для чего? Во-первых, сбить дыхание, это очень важно в соревновательных схватках. Во-вторых, колено с грудью нам дает возможность выбора. Либо в низ лайс, либо в смеш позишн. Да, это словами. Теперь внимательно смотрим, о чем я говорю. А, еще момент. Стой жестко, просто стой, нога жестко. Я не поднимаю колено вверх, вот так. Я начинаю движение всегда с той ноги, которая у меня впереди, то есть вот она. Стой жестко, не падай. И у меня колено идет вперед. То есть не тяни меня на себя, просто стой. Вот у меня колено летит вперед. Это важно, да? Теперь смотрите внимательно. Он сейчас пулит, либо халгает, либо реверсгаливо. Все то же самое. Он пулит. Я кидаю сюда колено. Очень важно. Я хочу прям, видите, выправиться, поставить колено на грудь. Моя вторая нога ни в коем случае не ставится близко. Она меня возьмет под ногу, я потеряю ревновесие. Вот нам далеко. У меня захват вот здесь. И я держу его руку. Сразу же прихватываю руку, которая полезет мне под ногу. Вот. Что я здесь могу? Во-первых, могу давить, да, чтобы у меня закончился кислород. Либо потом в не слайс. Да, всем знакомый. Либо в другую сторону. Вот. Смеш позишн. Звучит страшно. Но еще раз. Если вы будете нормально делать, это очень важно для нижнего касается. Если вы будете имитировать гарт-пул, вам просто будут бить вдыхалку коленом. Вот вы должны парить. Если вы будете парить, оно ляжет куда надо. Будете стоять в стойке, вас будут нормально на коленка насаживать. Еще раз смотрим. Мы взяли. Ни в коем случае не отдаем вторую руку. Отдадите вторую руку, от гарт-пула нереально защититься станет. Мы здесь. Человек пулит. Он сейчас будет ногой нам между ног, да. Он пулит. Бум. Вперед колено. Я еще раз сам никуда не закручивался. Он сам меня на себя притащил. Я кидаю колено в лицо. Вот туда. Там лицо было в той стороне, я туда кидаю. Вот она позиция. Видите, оно до лица. Замри. Не опускай ноги. Не долетит. Видите, у меня стопа запнется вот у него об задницу. Если вы расслабите ноги, то оно нормально вот сюда долетит. Поэтому будет мотивация не расслаблять. Вот я здесь. Я ровно ножку не подставляю близко. Ручку забрал. Вот моя позиция. Я не дал человеку взять. Реверсгла Рива. Я попал в позицию, которая может, ну окей, если по-тупому, вообще хаффгардом стать. Да, и это очень классная позиция для начала схватки. Да, то есть вы не будете в реверсгла Рива в хаффгарде пухаться. Вы сразу же ложитесь куда надо. Получаете преимущество в борьбе и развиваете его. Еще раз смотрим. Еще, ребят. Не стоим боком. Смотрите внимательно. Что такое стоять прямо? Вот сейчас, скажите мне, я стою прямо или нет относительно него? А? Именно. Смотрите, что такое прямо? Это когда вот у меня, да, угол тазовой кости на угол тазовой кости. Тазовая кость на тазовую кость. То есть как будто между нами две палки. Как только. Смотри, вот так он смещается вбок. Чуть-чуть, шаг сделал. Все, у него уже преимущество. Он над моим боком. Ему легче будет и в ногу мне зайти. Да, да. Почему при проходе в ногу, люди вбок закручиваются? Чтобы выиграть преимущество. Поэтому мы всегда следим за своим тазом. То есть он двигается, он может двигаться. Вот, он в какой-то момент пулит. Прилетело колено. Очень важно. Я не тащу на себя сразу. Видите, я его сначала прибил к полу. То есть вот прибил к полу, осмотрелся на позиции. Ножка, не надо там ее далеко вот так. Близко тоже, но вот посередине. Колено на груди, вот я здесь. Я не сижу вот так вертикально, иначе меня зад уронит. Меня вот, я немножко над ним. Но не прижимаюсь. Вот. Это не конечная позиция, с позициями, с которой я буду работать. Понятно? Поехали, ребят. Смотрите, ребят. Вы должны понимать, что... Вы должны правильно определять, как он будет пулить, да? То есть сейчас я буду пулить. Стой. У меня два захвата, да? Вот с этим аккуратнее. Видите, он взял меня за руку сейчас. Держи, держи, держи. Это может быть просто моментально мой захват за руку. И вот это вот будет очень плохо. Вот с этим... Вот смотрите. Вот ты взял за руку, вот она тебе для чего? Вот ты сейчас что с ней будешь делать? Фактически ничего. Ты просто взял за хлоп от привычки. Ты отрубил свою руку, потому что тебе потребуется отпустить мою руку, переключить руку на ноги. Поэтому вот эту руку вообще можно не брать меня здесь. Просто держи ее свободно, потому что тебе придется ловить ноги, да? То есть вот она, то есть... И прячь ее, чтобы я ее не схватил, да? То есть, ну вот, можешь прятать, да? Вот. Как мы пулем? Смотрите. Я пулю либо... Да? Я пулю вообще задней ногой обычно, потому что переднюю не очень-то удобно. То есть, если я пулю в таз или я пулю в дилориву, вот у меня задняя нога пошла, да? Если я пулю в реверс дилориву, вот у меня задняя нога пошла, да? То есть, вы должны четко определить, как стоит ваш соперник, чтобы понимать, что он будет делать. То есть, словно, у меня вот эта нога задняя, но не буду я сейчас пулить в реверс дилориву, понимаете? Вот. Я буду пулить вот это. Значит, что мы будем делать? Мы будем отпрыгивать. Я стою вот так, я буду пулить в реверсг лариу. Либо я буду вставлять ногу сюда, в таз, но это неправильно. Почему? У меня нет контроля над этой рукой, я ставлю ногу, меня прихватывают за ногу, за штанину, да, и я поскакал на 2 балла. Да? То есть он по моей стойке может определить, что я буду делать и какую реакцию ему давать. Да? Сейчас давай ты будешь пулить. Смотрите. Сейчас мы давайте поделаем оба способа, чтобы время сэкономить. Вот мы с ним встаем. Сейчас стоим. Я понимаю, у него задняя нога, вот она. Да, вы можете сейчас не торопиться, вы можете прям медленно делать, потому что наша цель сейчас не устать, а научиться, да, и понимать позицию. Я понимаю, вот она, вот у меня ручка, я понимаю, что он будет пулить, он пулит, бум, назад. Ну ты сейчас в реверсг лариу попытался сделать, ноги перестал, то есть. Окей, я понимаю, что у него вот эта нога сзади, да, то есть вот он сейчас будет летать в реверсг лариу. Да, он в нее влетает, вот колено в него. Обратите внимание, я не перелетаю, он сейчас почувствовал, у меня колено воткнулось в него. Если я не буду ставить колено до конца, я могу перелететь. Но он сейчас ощутил, что у меня вот колено сюда втыкается, окей. У меня весь вес сюда, я протыкаю человеку дыхание, ему становится некомфортно. Понятно? То есть мы сейчас делаем оба способа. Стали сопоедом, посмотрели, как у него ножки стоят, все все поняли, да? Он делает гадпул, вы делаете одну из реакций, либо отпрыгивание, либо коленочка. Все понятно? Поехали. Объясняю очень просто. У меня захват, да, человек стоит в ситгард, я кидаю колено. Колено здесь прилетит в лицо, человек упадет, и оно опустится на грудь. Поэтому пулить в ситгард можно как бы, ну, если я хочу пулить в ситгард, отвечая на вопрос. Я в ситгард буду пулить вот так, с двух километров, да, создавая максимальную дистанцию. Пулить в ситгард по человеку, это вот реально лицом колени собирать ходить. Не-не, это если человек стоит и смотрит, когда ты гадпулишь. То есть человек начинает работать, когда пулишь гард, пулить гард, вот в ситгард под человека. То есть смотри, условно. Вот это вот, вот это вот, это просто мертвая тема. Меня просто здесь очень легко взять за две штанины, пройти гард по кругу. То есть за две штанины, например, берешь, в любую сторону обходишь, да, то есть это мертвая тема. Это сейчас я вашим тренером, я могу пулить, вот, то есть я взял захват, второй, вот. Баттерфляйт такой, да, это безопасно, это хорошо, я могу сразу же поднимать, переходить в их сингл-экс, да. Пулить в сит перед человеком, когда ты его ни за что не держишь, это техника суицидника. Итак, едем дальше. Ложись. Ложись, ложись, ложись. Сейчас очень легкое упражнение, прям суперлегкое. Даже шевелиться не надо, двигаются только запястья. Но очень важно, чтобы вы его сделали правильно. Итак, смотрите. Вот Оля лежит, вот у нее ноги. Очень важно понимать. У ноги есть четыре грани. Верхняя грань, да, две боковых и нижняя грань ноги. Каждую из этих граней, да, я использую, чтобы добиться определенного эффекта. Для чего я использую верхнюю грань, да, чтобы дать вес сверху. Вот я давлю сверху, мне очень удобно, если она будет пытаться поднимать ноги, ей будет тяжело, потому что я даю очень-очень много веса. Но когда вы начинаете использовать грани не по назначению, получается фигня. Как часто происходит? Ножки держи жестко, жестко к себе, притяни, стопы выше. Не, руками держать не надо. То есть люди берут верхнюю грань и пытаются ногу держать. Таз жестко. Вбог не... Видите, я держу за верхнюю грань. Пытаюсь выкрыть вбог, не получается ничего. Я опять же не смотрю на грань физической силе и весе. Теперь смотрим на магию. Я взял, обратите внимание, чем меньше ткань его возьмет, тем легче будет вашим пальцем. Наберете много ткани, вот быстрее пальцы похороните. Самый край шрифт беру. И теперь смотри, вот я давил на верхнюю грань. Теперь, не отрывая захват, я приподнял и расположил кулак сбоку. И теперь смотрите, держу ноги жестко. Легким движением руки я вкручиваю свой кулак, он с боковой грани, и он увел ногу вбок. Попытаюсь вернуть ноги. Минимальная работа. Я возвращаю, снова придавил. Еще повыше ножки. Смотрите, вот я положил, да? Как я беру штаны? Я вот большим пальчиком, видите, приподнял. Мы его внутри не оставляем, но приподнял. Взял, загрузил. Когда я гружу, обратите внимание, плечи над ладонями, руки прямые. Давлю основанием ладонями, не надо кулак наматывать, тяжело. Вот. Если я сделаю вот так, уже давления нет, Оля уже легко поднимет ноги. Да. То есть вот, плечи над ладонями, как будто вы, ну, вы же отжимаетесь не вот так вот, вы же отжимаетесь вот так вот, да? Все логично. Мне нужно получить доступ к боковым граням. Смотрите, я приподнимаю чуть штанинку. Держи ножку жестко. Вот именно штанинку я прямо оторвал, и я вкрутил руки вбок и намотал. Видите, я ставил свои кулаки в ногу. Несмотря на то, что у него мало штанинов, это все прекрасно получается. У меня руки прямые, я не двигаюсь, я там никаких зашагиваний не делаю. Движения, вот, запястьями. Для того, чтобы с минимальным усилием убрать ногу вбок. Я дальше объясню, почему вам очень важно давать минимальное усилие, а не максимальное. И теперь к нижней грани, да, то есть мы у вас вот верхняя, да, давили сверху вниз. Боковые в одну сторону, боковые в другую. Обратите внимание, всегда кулак касается ноги. А теперь нижняя грань. Что я делаю? Смотрите, я давлю ногу сверху. Оля начинает поднимать ноги, она же будет завернул. Кулаки, видите, упираются в ноги. Прямые руки вперед. Это нужно, нижняя грань нужна, чтобы закатывать ноги человеку за голову. Все это делаю, не меняя захват. Смотрите, возвращаю, пригрузил вбок. Вбок, то есть у меня супермобильный. Я гружу снова, она поднимает. Бум! На возврате, вбок. Видите, то есть у меня вся магия от запястья. Да, Саня, может я? На секунду, ляг, пожалуйста. Часто возникают проблемы, когда у человека много штанины. То есть у человека вот богатая штанина. Не компетент, как у Оли, ноги держи выше. И вы пытаетесь, короче, берете ткань, вкручиваете, и у вас тут кулак не касается ноги. Это не зависит от штанов, это зависит от того, включаете вы руку или нет. Посмотрите, вот я беру самый краешек. Ткани полно. Вот я расположил руки. Я вкрутил. Видите, у меня кулаки касаются. У меня не висит кулак вот на штанине. У меня каждый раз кулаки вкручиваются в ногу. Именно в ногу, в кость. Ноги держи жестче. Да, сюда, ноги ближе к себе. Пригрузил. Бам! Пригрузил, он поднимает. Бам! То есть движение, вот оно, запястье. Нижний лежит, верхний. Запястье работает. Верхняя грань, боковая, боковая. Дали реакцию, нижняя. Работают одни запястья. Никаких зашагиваний, вот таких вот движений нет. Супер маленькое аккуратное движение. Понятно? Поехали. Постепенно мы с двух разных сторон приблизимся к центру и все это объединим. Итак, Оль, ты мне нужна? Ложись. Итак, чувствуй, понимай в борьбе. Что цели верхнего, да, меня и цели Оли, нижней, противоположны всегда. То есть, словно, я хочу взять Олю за ногу, она не хочет, чтобы я взял ее за ногу, да? Из этого что следует? Она будет двигать ногами так, как неудобно мне. То есть, если я буду здесь стоять, пытаться брать, она будет постоянно шевелить ногами, да? То есть, даже без оправления крючков, просто она будет постоянно ими двигать, чтобы мне не дать взять захват. Это мне неудобно, да? И здесь я не могу запрограммировать ее движение. То есть, она двигает, как она хочет, и я вынужден постраиваться. Всем понятно, да? Я хочу эту игру поменять. Я хочу, чтобы она подстраивалась под меня. Что мне для этого нужно? Мне для этого нужно начать искать слабую сторону. Слабая сторона, смотрите, вот фронтальная сторона, она вся самая сильная. Сбоку стороны более слабые. Да, то есть, здесь Оля двигает ногами, как я ей хочу. Чуть-чуть, дайте мне место. Да? Ну, сейчас я запрограммирую ее двигаться, как мне надо. Смотрите, двигай ногами, вот, я хочу взять, да, ты защищаешься. Я начинаю идти вбок. Все, она пошла, мне надо. Она реагирует на мое движение, она идет по моему, да, плану. Она двигается вбок. Вот это нам очень важно. Будете проходить гард, ломясь вперед, вы никогда не начали нормальный гард, и нормальные люди не пройдете. Вещина должна идти через слабую сторону. Дальше. Сейчас Оля даже приседала. Смотрите, я иду. Вот, ставя ногу в пол, она меня никогда не догонит, потому что это же слабая позиция. Что мы делаем? Сейчас я покажу. Вот, смотри. То есть ты идешь вокруг меня, вот, я поворачиваюсь на бок. Это единственный способ успеть быстро. То есть если ты пойдешь за голову, ничего страшного, заходи, заходи, заходи. Вот, я в инверте. Это единственный способ мой реагировать быстро. Вот это вот, вы никогда не успеете за быстрым человеком, вас, ну, либо пресс откажет, либо вам до этого гард пойдет. Да, то есть мы должны повернуться на бок. Это единственное, что мы можем сделать, чтобы среагировать быстро. То есть если я это сделаю, рывковое движение вбок. Поднимаем. Итак, смотрим. Да, я здесь. У нас дистанция. Если я подойду сюда и Оля мне заправит крючки между ног, я отсюда никуда не пойду. Я буду ее за собой таскать. Мне это не нужно, поэтому еще раз. Между нами дистанция. Если я встану сюда, Оля тоже встанет и уйдет. Поэтому дистанция оптимальная. Вытянутая нога. Почему вытянутая нога? Потому что вытянутая нога слабая. Если она для меня дотянется, это не сильно критично, это легко убрать. Дистанция вытянутой ноги для меня является оптимальной. Дальше, обратите внимание, я не буду стоять прямо, потому что вот я стою прямо, я дотягиваюсь до ее ног. Не очень, поэтому я беру и я наклоняюсь. Я не отпрячу тас, я не подсаж, я просто наклонился. У вас должен быть нормальный баланс, здесь абсолютно комфортная позиция. Ничего здесь ужасного нет. Я начинаю двигаться вбок. Дальше. Я же с ее гардом хочу работать каждую секунду. То есть нет такого, что я вот здесь стоял и говорю, так, ладно, забыли про ноги, пошли. Она поворачивается, такой, о, ноги, надо с ними работать. Я работать начинаю с ее ногами каждую секунду. Дальше. Мы же как бы идем от маленького к большому, да, то есть мы не жадничаем. Потому что все знаем, жадность Фрая разгубила, да? У вас не говорится с такими выражениями, да? Вот, поэтому не надо пытаться сразу взять штаны. Нам не нужен перешуганный человек. Ваша частая ошибка при проходах гадов, что вы человека перешугиваете своим жестким настроем пройти. Человек мобилизует все свои силы, все свое внимание, и вы как бы наталкиваетесь на его вот самое сильное сопротивление. Ваша задача свой проход маскировать, да? Чтобы человек не понимал, когда вы врубитесь, и сам как бы не врубался. Потому что если он будет врубаться все это время, как бы он просто закончится, да, и вы его заберете. Дальше. Мы начинаем человека обманывать. Вот я стою. Вот я здесь, вот у Оли ноги. Я охотюсь за ее ногами, она шевелит, чтобы меня отдать. Я начинаю двигаться вбок, она поворачивается. Замыли. Когда человек поворачивается, сразу появляется одна сильная нога, одна слабая. Слабая это нижняя, сильная это верхняя. Чуть-чуть подвиньте, чтобы вам видно было. Ребята, вот сюда, чтобы меня сзади не смотрели. Что человек будет делать? Она будет спасать вот эту ногу. Она будет подворачиваться тазом, то есть подворачиваться тазом, вот. Это второе движение, которое запрограммировано. Человек будет подворачиваться тазом, это вот 10 из 10, да, потому что лежа на боку, верхнюю ногу не защитив, банально не дотягивайтесь. То есть еще раз, смотри, у нас магия. Мы двигаем ручками, мы идем, прихватываем. Человек подворачивается. Он поднимает ногу, разумеется, потому что с вами будут бороться. И вот теперь, смотрите, где зеленый пояс гибкий? Ты скажешь, гибкий, иди сюда. Ложись. Вот смотри, сейчас мы зайдем в бок, ножки на меня. Я прихвачу, смотри, ты сейчас подворачиваешься, подворачивай таз, вот. Я сейчас очень резко выкинул твою ногу туда, а ты одновременно с моим движением на меня заверни. Скорее всего у тебя получится гибкий, то есть я беру, если я со всей дури. Да, он достаточно легко использует мою энергию против меня, и он заворачивается. А теперь мы делаем немножечко магии, для чего я сейчас говорю, не надо человека перешугивать. Смотрите, вот мы стоим, я охочу за его ногами, он двигается. Я иду в бок, прихватываю, он начинает подворачиваться. Я беру, вот сейчас твою задачу завернусь так же, как ты делал. Вот видите, у него инерции не хватает. То есть, если вы берете человека, очень легко, вы половину работы сделали за него, но он использовал ту силу, которую вы в него вложили, добавил свои, сохранил угол. Не надо давать ему энергию, чтобы он ее использовал. Еще раз. Я здесь. Двигаемся. Обратите внимание, как я двигаюсь. Я не двигаюсь вот таким приставным шагом, я двигаюсь вот так вот, как краб просто. Это бред. Как я двигаюсь? Смотрите, я стоял, поворот таза, то есть вот. Вум, вум. Да, не перекрестную ногу, но при этом я как бы гораздо быстрее, чем вот я буду. Вот так вот семенить. Вот я стою. Крупус низко. Прихватываю в движении. Он начинает подниматься. Что я делаю? Я прихватываю либо стопу, но включите сразу штанину набирать. И что я делаю? Вот боковая грань, что мы с вами делали. Я вворачиваю кулачок. Его нога ушла, видите? Дальше линия моего тела. То есть, если нога на средней линии моего тела, он в меня упрёт. Смотрите. Она ушла. Во-первых, ему тяжело будет вернуть ногу. Энергии никакой нет. То есть, ручка блокирует. Важно. Я не пытаюсь его утолкать. То есть, сейчас я буду утолкать, заворачиваюсь. То есть, я толкаю. Вот ему легко. Заворачиваюсь. То есть, видите? Гораздо тяжелее. Видите? Гораздо медленнее он. Не надо человека перешутить. Поэтому не надо вот этим вот. Я большой и сильный. Мы сделали. Вот. Его ножку видно. Что я могу сделать дальше? Это может быть. Обычный, да? Ториада пас. Это может быть. Ножка. Ножки выше. Она зашла. Заход в leg drag. Это может быть что угодно. Но наша задача сейчас. Наручиться очень легкому движению. Его реакцию обрабатывать доворотом кисти. А не выкидыванием человека через весь ковер. Оль, давай я на тебя покажу, чтобы он тоже посмотрел. Еще раз смотрим. Человек лежит. Перед нами. Ногами шевелит. Мы тоже стоим. То есть, мы не стоим вот так вот. То есть, да. Я иду. Она поворачивается. Я сразу же прихватываю. Она начинает защищаться. Прихватил. Ноги держи жестко. То есть, я прихватил. Вот. Вкрутил. Нога, видите, ушла с моей средней линии. Я могу здесь очень легко. Я могу сюда смещаться. Я могу сюда заходить. Все. То есть, вот здесь, когда нога в меня, я не мог. Все. Держи ноги жестко. Держи. Вот. Все. Могу. Вот. Эта работа в запястье очень важна. Очень важны, вживутся, маленькие аккуратные моменты. Сейчас гард проходит. Надо, сейчас ваша задача научиться видеть. То есть, человек подворачивается, сбоку вкрутили. Понятно? Поехали. Сейчас у нас будет тоже легкое упражнение. Еще раз. На движение. Мы сейчас не ставим целью пройти гард. Мы сейчас учимся, а переставлять свои руки под разные проходы гарда, ребят. Первое. Вот мы подошли. У меня ручки легли. Нет, сейчас не надо. Основание ладони, краешек. Придавил. Обязательно чип придавил для чего? Чтобы получить реакцию. Она же будет выводить ноги. Вкрутил. Раз. И смотрите внимательно. Вот смотрим на мои руки, на мой таз. Я начинаю вкручивать руки, подворачиваться мой таз. Подворачивается. Шаг. Раз. Я ноги в пол не кидаю. Обратите внимание. То есть, мне неудобно будет туда-сюда их поднимать. Обратно вернулся. Снова. Придавил. Таз разворачиваю. Бам. Да, в эту сторону. Вышел. Отпускаю одну ногу. Прям вот ручку держу. Вкручиваю одну ручку. Сбоку. Чуть увожу. Ногой шагаю до подколенного сгиба. Видите, как далеко шагаю? Вот. Нога увидена. Шагаю. Под шаг второй ногой. Обратите внимание. Я сейчас не присаживаюсь. Моя задача быть легким, мобильным на ногах. Здесь затворотик прихватил. Ножка заблокирована. Вот я встал. Такой вот. Высокий лагдраг. Встал. Выхожу. Меняю. Все то же самое. Сбоку. Вкрутил. Видите, я начинаю вкручивать. Таз уходит вбок, да? Под шаг, чтобы усилить движение и заблокировать. Видите? Ноги уперлись на мою ногу. Под шаг. Стою. Возвращаюсь назад. Ручки на ножки. Теперь смотрите. Рука идет на таз. Рука на колени. Я руками убираю вбок и развожу локти. Вот здесь очень важно, ребят. Смотрите. Я стопой шагаю в подколенный сгиб, а своим тазом я прижимаюсь к тазу. Когда вы стоите вот так вот, да? Такой типичный слайс. Во-первых, легко вставить колено в таз, а во-вторых, легко забирать стопу. Да? В три четверти гарт. Когда я, смотрите. У вас Брюс Олли раздавить. У меня стопа в подколенный сгибе таз к тазу. Корпус ровно развернут на нее. Вот здесь она не сможет мне взять мою стопу. Попытаюсь с ногой взять мою стопу. То есть она не может. Видите? Я держу ногу. Мне очень легко пройти. Я зашел сюда. Брать внимание. Я не боком никуда. Вот я ровно на человека. Она всегда сможет ставить колено. Если это нормальный соперник. Она ставит колено. Она меня начинает выталкивать. Что я делал? Смотрите. Поднял корпус. Повернул. Я без рук работаю. И я корпусом съедаю ее ногу. Обратите внимание. Мои ноги. Я не отсправил. Мои ноги максимально близко. То есть видите где? Это колено он вышагнул. Ничего я не вышагивал. Я просто корпусом съедал. Еще раз. Посмотрите. Смотрите. Нет. Я ее ушел. Смотрите. Вот. Она ставила ногу. Я поворачиваюсь. Я просто съедаю. Вот. Оно может остаться здесь. Ничего страшного. То есть я просто корпусом съел твою ногу. И это конец комбинации. То есть два раза по две стороны и последняя в одну. Это у нас получается три вида прохода. Ториада пас. Лэйдраг пас. Да. Ну и последний это не слайс с этим. С мэш позишн. Еще раз. Давай я тебе покажу. Чтобы у тебя штанины поудобнее просто. Трой воли синяков наставляю. Смотрите. Вот. Подошли. Взяли. Ручки прямые. Пам. Вкручиваем. Зашагиваем. Раз. Вышли. Два. Вышли. Отпустили. Легонько вкрутили. Под шаг. Под шаг. Вышли. Поменяли. Вкрутили. Под шаг. Сначала шагаем ногой в подколенный сгиб. Под шаг. Вышли. Ручки на таз. На колено. Шаг стопой в подколенный сгиб. Ногой ногу перешагнул. Видите. Оттазом прижат к тазу. Грудь у меня ровно развернута на него. То есть меня отсюда очень тяжело вытолкать будет. Да. Он вставляет колено. Ничего страшного. Поднял корпус. Видите. Прям поднялся. Повернулся. Съел. Без рук. Без вот этого вот всего. Вум. Вот. Коленочки у меня близкие. Могу быть так. Могу быть по-другому. Главное, что его ногу я съел. Очень легкая комбинация. То есть надо все сделать. В две стороны раз. В две стороны два. И последняя в одну сторону. Понятно? Поехали. И мы это все сейчас объединили. Это предпоследнее упражнение. Мы сейчас начинаем объединять все наши движения с реакциями на гарт-пул, которые мы делали. То есть смотрите. Сейчас начнем то, что Оля будет ногой в таз пулить. Да. Внимательно смотрим. Вот мы берем захваты. Ручку не отдаю. Оля пулит. Не, не. Пуль-пуль-пуль. Нормально. Пум. Я отскочил. Держи захват. Что она будет в первую очередь делать? Она будет подъезжать ко мне тазом. Смотрите внимательно. Еще разок давай. Вот мы обрабатываем сначала гарт-пул, а потом мы обрабатываем, когда к нам тазом подъезжает. А как мы это обрабатываем? Да как мы сейчас сделали? Кулачки выворачиваю. Смотрите. Вот у нас работа. Мы здесь. Оля пулит. Бум. Я здесь. Она начинает ко мне подъезжать. Шаг назад. Вкрутили кулачки. Либо в лед рак, либо в ториада. Еще разочек. То есть, вы разорвали дистанцию. Что будет ниже делать? Нижний будет, соответственно, к вам подбираться, да? И мы вот этот подбор, когда человек подъезжает, мы его обрабатываем. Еще раз. То есть, мы здесь. Пум. Вот. То есть, Оля будет ко мне подъезжать. Даже не будет со мной бороться. Шаг назад сделали. Смотрите. Окей. В эту сторону, выворачивая кулачки. Бам. У меня будет проход. Так. И может тебя, чтобы колено у тебя побить немножечко. То же самое с коленом на живот. То есть, мы здесь. Он пулит нам ногой между ног. Пум. Я колено поставил. Что я делаю? Я выбираю сторону. Стопа в подколенный сгиб. Вот я поднеслась. Окей. Стопа. Колено оказалось здесь. Окей. Вот я обработал. Вот я прохожу. Да. Еще разочек давай. Еще раз. Он также пулит коленком. Пум. Здесь. Окей. Допустим. Я его смешу. Он меня выталкивает ногами. Окей. Я встаю. Прошел. То есть, наша работа на комплексе. Мы обработали гардпул. Попали в позицию. Он к нам подъезжает. Прокрутили. Прошли. Зашли вниз слайс. Точнее, зашли сюда. Либо вниз слайс. Либо сюда. Да? Тоже отсюда прошли. Понятно? То есть, сейчас. Без сопротивления, но в движении. Первый номер пулит гард. Отреагировали. Он к вам подъезжает. Прошли. Понятно? Это последний задание. Сделаем его красиво. Поехали. Хочу просто показать, насколько талантливые дети. Они это первый раз видят. Давайте. Каждую полную комбинацию по паре раз. Сделайте. Ты так красивый. Ну чего ты? Давайте. Вот смотрим. Пум. Оттянулся. Коленочку вставил. Бум. Прошел. Умница. Не забывай снизу реагировать. То есть, ты запурил, ты подъезжаешь, он обрабатывает. Еще разочек. Коленочка. Коленочка. Он тебя толкает. Да. Бум. Прошел. Проходи, проходи. Не стесняйся. Вот. Молодец. Давайте еще раз по разу каждый. Не стесняйтесь. Прям двигайтесь. Молодец. Умница. И второй давайте. Умница. И проходи, проходи. Вот. Колено можно поставить, например. Вот. Молодец. Вот. Давай камеру на меня. Вот. А мне будут тупые взрослые мужики на тренировке рассказывать, что они это первый раз делают и повторить не могут. Дети вам по сколько лет? Сколько лет? 6. Вот. 7-9 лет делают с первого раза и видят в первую жизнь. Поэтому если вы с первого раза на тренировке сделать не можете, вы просто долбоеб. Еще раз. Подводя итоговую мысль, да, я думаю все поняли, что у нас проход начинается до того, как мы попали в какой-то гард, да. Что если человек пульт, вы все это время стояли и вот вы уже доларили, то вы проиграли очень много времени и очень много возможностей. Я думаю, что каждый как бы из вас заметил, что проходить с дистанции, проходить, когда контроля нет, легче, да. Очень важно правильно подбирать технику, да, то есть. За пульт гард, пожалуйста. Ну, может сесть. О, смотрите. Вот сейчас Оля не взяла гард, да. И это очень легко проходить разрывом дистанции. Но, если я начну здесь, вот в этой позиции делать, допустим, замри. Проход деларивы, когда ногу между ног убирает, я сам помогу ей взять гард, да. Или, например, она запутила гард, взяла делариву. Я в делариве, у меня, видите, крючок контроль ноги, я буду здесь назад вот так вот прыгать. Да. Это ничего не получится. Очень важен тайминг и очень важно правильно определять, в какой позиции вы находитесь. Если вы умеете быстро реагировать, быстро принимать решения. Борьба – это вообще спорт быстрого принятия решений, да. Вы будете очень легко выигрывать и будете в самом начале схватки получать преимущество над своим соперником. Да. Все. Всех жду завтра. Всем спасибо. Все очень большие молодцы. Давайте я вам похлопаю. Все. Давайте высыпаться дома и завтра всех жду в 11. анекло Сримахер Министока. Все. Продолжение следует...